Давайте поговорим как раз о тех, кто ощущает что-то. Путин списал Патрушева, убрал его, стал он помощником по кораблестроению. Как раз вооружённые силы Украины недавно уничтожили последние ракеты-носители. Корабль в Чёрном море, который может пускать эти ракеты, циклон назывался этот корабль. И вот Путин вышел и сказал, что теперь, конечно, нужно строить больше кораблей и все корабли защищать. Вот последний был уничтожен, и вот теперь только стоит защищать. И понятно, что он этот сигнал передавал Патрушеву. Как это воспринимать всё? Как унижение? И вся, в принципе, это отставка Патрушева. Нет, нет. Унижение? Нет. Ну, это некое, так сказать, Патрушев стал слишком крутым. Он был, как говорится, плоти от плоти этого, так называемого, Совета Безопасности. И будучи человеком, который, в общем-то, ну, скажем так, солировал в дуэте Патрушева-Бортников, он приобрёл огромный аппаратный политический даже вес в России. Путину, поскорее всего, это предположение. Скорее всего, это не очень понравилось. Но ругаться своим ближайшим окружением, которые посвящены во все его тайны, во все его секреты, он не стал. Он, кстати говоря, вот когда мы там говорили с умными людьми по бунту или там, мне сказали, слушай, а ты вот не подумал, ты вот говоришь там о расколе, а ты не подумал, что Путин за свои 25 лет нахождения в Кремле силе никого не обидит. То есть, что там нет полюсов нервности. Я об этом не думал, я не думаю, что вообще, так сказать, там эмоции что-то решают, но тем не менее, я думаю, что он продолжает ту линию, которую начал Хрущёв. Если я кого-то снимаю, я никого там не уважаю, не уничтожаю и так далее. То есть, Путин просто немного подвинул Патрушев, вот в свою должность, когда он стал не просто там однозначно вторым человеком, а иногда и первым человеком в стране. Но, чтобы не обижать, не плодить никаких проблем, он что сделал? Он взял его сын, сделал вице-премьер. Это правда, что Патрушев хотел, чтобы его сын стал преемником, чтобы он был вместо Путина? А что значит, правда или неправда? Об этом пишут все эти кремлевские всякие кремлеведы или там, как сказать, путинологи, не знаю, как их назвать. Они всё время об этом пишут уже там несколько лет. и пишут, что это комбинация такая, что Патрушев будет управлять, что сын там никакой. Но, тем не менее, в общем-то, нужно его поставить на эту должность, чтобы обозначить его в главной стране. Но, допустим, всё это пишут, 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 пишут. Я всё время говорю, ребята, при Путине не будет преемник. Путин никому не отдаст власть, пока он может её осуществлять сам. Потому что я не буду говорить про другие примеры. Самый близкий пример – это Назарбаев. Вот Путин посмотрел и решил не рисковать. Хотя, правда, меня казахские представители и казахские лица убеждают, что Назарбаев по-прежнему в седле, и его клан в силе, и договоренности с Путиным гораздо более прочные, нежные, я там могу ожидать. Но, тем не менее, всё-таки Назарбаев, может быть, он и в седле, может быть, он ещё где-то, но эту фамилию слышал крайне редко. Может быть, там какие-то его интересы экономические материальные сохранили, какие-то кадровые перестановки. Но уже не в том седле. Уже не в том седле, да. И поэтому Путин никому это седло не отдаст. Тут надо эти иллюзии выбросить из головы. Ни Патришеву, ни никому-никому там, ни этому саму, Господи, ни Дёмину. Пока он может управлять, он будет управлять. Для него власть и жизнь слились в одно неразрывное представление о его нынешнем состоянии, о его настоящем. Будущего у него нет, у него есть только настоящий. А только мне одному кажется, что какой-то ползучий переворот в исполнении Путина начался. Потому что он как-то сладко передаёт власть своим родственникам, своим детям. Посмотрите, министр энергетики, муж его двоюродной племянницы. Двоюродная племянница заместителя Министерства обороны. Дочки тоже начали что-то участвовать в политике. Что происходит? Действительно ли он передаёт власть уже по крови, что называется? Путин по своему характеру очень не доверяет людям со стороны. Совершенно точно. Мне давно об этом говорили. Вот у него есть какой-то крупниц, которым он маломальски доверяет. Я думаю, что этот круг лиц он начал укреплять теми людьми, которым он доверяет. Вообще у Путина вот эта вот система доверия-недоверия, она очень сильно развита. И там есть ряд министров, на которые он доверяет, или в которых верит. Даже верит. Может быть, не доверяет, а верит. Который сейчас там фаворит. Поэтому я думаю, что он просто укрепляет таким образом свою власть, ставя на должности тех людей, которым он верит. По крайней мере, он через них будет контролировать какие-то процессы. Он, как утверждает, так сказать, Кремлёвский летний, он решил поставить какие-то рамки вот этой коррупции. Ну, какие-то разумные рамки. То есть, остановить её и отменить её не может, а на суть этой системы. Но, как бы, так сказать, воровали, да не заворовывались. Вот какие-то назначения перестановки, они призваны для того, чтобы, направлены на то, чтобы решить эту задачу. И вот Белоузов, наверное, в кресле министра обороны. И там на должность замминистра, где там идут большие деньги, назначает своего человека и так далее и тому подобное. То есть, он укрепляет вот этот аппарат личного доверия. Он не передаёт власти. Транзита власти нет. Есть просто определённая расстановка кадров. Похоже, Путин всё, что он умеет делать лучше всего, это вот выравнивать, играть на противоречиях кланов и групп. И как-то их приводить в какой-то разумный баланс. Чтобы система не шла в разнос, чтобы она не приводила к каким-то рискам своего существования. Вот, наверное, это главный его талант, так его разводили. И он этот талант реализует, пока вот он находится там, в этом кресле. Хорошо. Система его признаёт в этом качестве. Пока. Вы слышали, наверное, эти слухи, эти новости. И Вадимир Осечкин тоже об этом рассказывал, что Катерина Тихонова, младшая дочь Вадимира Путина, создала кружок по интересам. Более того, она теперь участвует не просто в принятии решений, а в назначении людей. Или в подборе этим людям, будущим чиновникам тех или иных мест. Вы что-то подобное слышали? Ну, а что там слышать, не слышать? Катерина Тихонова, которые в политике и которые иногда намного точнее и глубже чувствуют некоторые моменты политические, чем, допустим, у меня такого, может быть, и нет. Вот поэтому, почему бы и не прислушаться Путина к своей дочке? Потому что, по крайней мере, это его дочь, а не чья-то. Вот поэтому я тут ничего такого не вижу. Просто это поколение уже в том возрасте, которое вообще-то должно быть они, они должны им сейчас страну управлять. Просто их отстранили, им не дали вот этот вот захват власти. Поэтому он не приводит к обновлению фактически этой власти. Одна и та же тусуется холодку. По большому счёту, причём на уровень симпатии, антипатии, назначения идут. Или там предности, непредности, или там вороватости, невороватости. Поэтому я как раз ничего в этом особо не вижу. Я вижу, что там Тихоновы пророчили чуть ли не возглавление Единой России, и чуть ли не возглавление чуть ли не спикером Госдумы, ну и так далее. Ну, это может и быть. Тут уровень доверия между Путиным и Дочерью, я думаю, что выше, чем уровень доверия между Путиным, например, каким славой баловать надо. А, кстати, вот глава Следкома Бастрыкин, однокурсник Путина, что-то сказал дважды, что Госдума – госдура. Помните, когда-то Познеру не разрешили, он извинялся, правда, не за то. А вот Бастрыкину можно, как представляется. Володин что-то стал ответствовать, говорит, что вы оскорбляете народ Российской Федерации. Что происходит? Ну, что происходит? Постоянные грозня кланов. Что только для Путина это тоже элемент управления. Когда они между собой грызутся, они приходят к нему, как к верховному арбитру. Он может его снять, не снять, назначить, не назначить, поощрить или, наоборот, жестко прекратить. То есть это один из элементов управления. Что мы не знаем о конфликте извеченном, там, много лет длившемся, между генеральным прокурором и Бастрыкиным, между прокуратурой и Следственным комитетом. Много-много-много лет они там друг друга ненавидели со страшной силой. Но потом как-то мягко-мягко там Путин поставил Краснова, и конфликт, как бы, так сказать, сам по себе не был, отошел на второй план. Может, он там и существует, но он же не в такой жесткой, не в такой яркой форме. Вот. Поэтому это нормально. Это нормально, когда там идет грозня кланов. А если бы ее не было, представьте, что было бы для Путина намного страшно, если вдруг все объединились. Сказали, значит, вдруг нашли консенсус, не волнуйся, все хорошо. Все замечательно. Вот бы он задергался. Да, и вот теперь мы тебя убьем, да, что называется? Ну, зумуруем в твоем бункере. Метский вариант. И ты там будешь жить, покуда, так сказать, мы тебе будем поставлять пищу, воду, так сказать, там, и пускать тебя на свиданку Алину Кабаевой, кого там потом сейчас считаешь не в коньере. Да, конечно, для него конфликт кланов – это необходимое свое управление. А может быть, Володина пытаются расшатать специально по Тихонову? Может быть. А нам-то какая с вами разница, но будет Тихоновый или будет Володин. Хрен Редьки не слаще. Вы знаете, вот такая хорошая пословица есть. Что слаще? Хрен или Редька? Вот трудно вытаскивать. Ну, стал вытаскивать Путин всякий нафталин, слушайте. Но это уже просто невозможно. Это рука кого? Степашина. Степашина, Фродкова. Всю старую гвардию, давно забытую. Генералов. Тусует, тусует ту колоду. Я же только что сказал, что одна и та же колода тусуется. Застой во власти совершенно очевиден. Это ее подтачивает в эту власть. Ну, и хорошо. Вот сейчас, знаете, чем хуже, тем лучше. Вот сейчас наступил тот момент, когда мы должны радоваться любому маразму Кремля. Чем хуже, тем лучше, чем быстрее все кончится. Но, правда, к сожалению, мы все вместе не работаем над этим. Я вчера, конечно, немножко расстроился с этим, с течением парламентской ассамблеи. Нет у нас понимания необходимости работы против Путина. И этим он пользуется. Прекрасно пользуется, замечательно, так сказать, и разруливает все. Геннадий Владимирович, Путин договорился с Ким Чен Ином, и уже это передают южнокорейские СМИ, американские СМИ и разведорганы, что Северная Корея впервые будет не просто передавать артиллерийские боеприпасы, а их она передала уже 3 миллиона. Европа миллион не может собрать, а Северная Корея 3 миллиона передала России. Ну, Техия собрала миллион, там, по-моему, миллион двести. Ну, вот отправлять она будет уже инженерные войска. На ваш взгляд, это опасная тенденция, опасный сценарий? Это опасный сценарий вообще с самого начала. Потому что вероятность войны в Тихоокеанском регионе, на полуострове Южной Кореи, на корейском полуострове, чрезвычайно высока. Я почитал статистику конфликтов между Северной и Южной Кореей на границах, вооружённых конфликтах. В прошлом году каждую неделю, а в этом ещё более интенсивно. То есть там совершенно всё на пороховой бочке. А так как это поддержка моральная, политическая, технологическая, там они, например, не могут никогда строить какую-то атомную подводную лодку Кореи, и Северная, у них там есть какие-то проблемы с наведением ракет, у них там ещё какие-то есть проблемы. Те, которые Россия может решить. Конечно, это очень опасно. И вот я только сейчас совершенно случайно готовюсь к эфиру, увидел, что образуется жёсткая такая ось Сеул-Токио-Вашингтон, и Южная Корея там... Япония, США? Да, Япония, Южная Корея, США. И что там в Южной Корее такая, ну не паника, а истерика по поводу вот этого всего, того, что, в общем-то, надо готовиться к войне. Дело в том, что там про него забыли, про Ким Си-Нын, а он, тем не менее, там упорно, тупо, затянув рукава, затянув пояса всего своего 26 миллионов населения, клепал о ядерной боеголовке. И сейчас эксперты говорят сейчас уже о том, что у меня 40 до 50, а некоторые оптимисты говорят, что чуть ли не до 100 ядерных боеприпасов. Геннадий Владимирович, а вот сама отправка северокорейских войск, пускай даже и инженерных в Украину, это плохая новость? Плохая новость, потому что это говорит о серьёзности, обменов военными и военными технологиями. Это плохая новость, в первую очередь, для Южной Кореи, плохая новость для Вашингтона, плохая новость для Токио, потому что чувствуют, что масштаб сотрудничества начинает развиваться достаточно быстрыми темпами военного сотрудничества. Дело даже не в этих инженерных, это символизирует глубину взаимодействия вот этих диктаторских государств. Это опасно. Не только там направили. Я правил среди северокорейских военных, у меня есть своё особое мнение. Я насмотрелся на этих иранцев, бедных несчастных, которые, если куда приезжают, они уже стараются не возвращаться. Я серьёзно говорю. Я понимаю. То есть вот если иранцы где-то поехали отдыхать в какую-то страну, они уже стараются не вернуть и возвращаться в Иран. Там на 70-80% людей пытаются остаться, не вернуться в страну. То же самое, примерно северной Карелии. У меня такое впечатление, что эти войска не оставятся. Идут, не вернутся. Вот, ну не знаю. Может, там, конечно, будут отбирать, там, парткомиссии какие-то. Чё, чё, знаешь, знаешь. Ну, там, пятую главу, седьмую, там, статьи, ну-ка расскажи про чё, чё рассказал наизусть. Ну, ладно, тогда можешь поехать в качестве инженера. Вот, ну, мне кажется, вот, я не верю в надёжность этих войск, совершенно. Мне кажется, там у ребят сразу будут возникать другие мысли. Как бы никуда не возвращаться, а куда достаться, да ещё и семьи вытащить. Ну, это моё впечатление. Оно может быть ошибочным. Но я не верю в надёжность этих войск. Они ещё там на северокорейском полуострове замкнутые и находящиеся там за колючей проволоки, за бетонными заборами, ещё там демонстрируют чудеса, так сказать, боевого духа. Ну, похоже, что там их дух боевой, как это сказали в физике, обратно пропорционально расстоянию от Пхеньяна. Чем дальше, тем достаточно слабее вот этот дух. Я посмотрю, я не верю. Я не верю в северокорейские войска. Вот, я думаю, что... Но, тем не менее, это всё равно тенденция опасная сама по себе. Вот поможет сейчас Россия спустить Корею северный ядерный подводный локтус с боеголовками. Ну, понятно, что США вздырится. Да, и не только США. Если сейчас там опять появится система там компоновки, предположим, этих ядерных зарядов на баллистические ракеты, на системы наведения и так далее. Это же Россия может всё сделать. К сожалению, может помочь Северной Корее. Там Китай. Надо сейчас Китаем работать. Китай работать надо, потому что Китай крайне заинтересован в такой дестабилизации ситуационной в Тихоокеанской... По своему периметру. Ну, конечно. А если ядерная война? Друзья, мы здесь поставим многоточие. Пожалуйста, спасибо большое, что вы были с нами. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, гостя у Гордона. Оставляйте как можно больше лайков, комментариев уже перед нашей беседой. И, конечно же, кликайте на колокольчик для получения новых уведомлений о наших видео. Их будет больше, больше, больше и не до дня. Геннадий Владимирович, большое спасибо, что были с нами. Да, взаимная удача. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok